Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие участники нашей конференции. 15-й юбилейной международной научно-практической конференции «Державинские чтения», организованной Всероссийским государственным университетом юстиции совместно с Казанским Приволжским федеральным университетом. На протяжении двух дней ведущие российские и зарубежные ученые, опытные, практикующие правоведы и студенты обсуждали тенденции развития права и юридического образования в контексте социокультурных и нравственных традиций России. Ведь именно об укреплении нравственности в образовании говорил президент России Владимир Владимирович Путин в 2016 году в ежегодном послании к Федеральному собранию. А выступая на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, он призвал молодежь не забывать о нравственно-этических основах выбранной профессии. Мы все с большим интересом принимали участие в пленарном заседании, в рамках которого выступали председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедшин, ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров, митрополит казанский и татарстанский Феофан, заместитель муфтия Республики Татарстан по взаимодействию с официальными органами Ильфар Хазрат Хасанов, родственница Гавриила Романовича Державина Вестужева Грегори Надежда Михайловна, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николаев Николай Петрович, видные российские и зарубежные ученые, руководители органов государственной власти и управления. А сейчас мне хотелось бы предоставить слово ректору Казанского федерального университета Ильшату Равкатовичу Гафурову. Ильшату Равкатовичу, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Спасибо большое. Вот у нас сегодня запланировано подведение итогов, и о заключении, наверное, мы обговорим, что будет включаться у нас наша заключительная резолюция конференции. И, наверное, было бы целесообразно, если бы выступающие, а здесь как раз будут выступать люди с круглых столов, с сессии, где принимали участие и обсуждали те актуальные темы, которые были заранее озвучены. И, возможно, я бы просил, чтобы дали предложение, на какую тему мы бы собрались ровно через год. Вот, наверное, ветер же осенних дней только уже 2020 года. Желаю всем нам удачно отработать вот заключительную нашу часть, подвести итоги, с хорошим настроением потом добраться до дома и целый год жить вот этими памятными днями, проведенными здесь, вместе, на Казанской земле. Я думаю, и погода тоже особо вас не подводила. Давайте мы приступим к работе. Спасибо большое. А мне, Рафису Томирхановичу, вы пару слов скажете? Да, я буквально. Спасибо большое. Слово предоставляется заместителю премьер-министра, министру образования и науки Республики Татарстан, Рафису Томирхановичу Бурганову. Пожалуйста, Рафис Томирханович. Добрый день. Слышно? Еще раз... Опа! Слишком хорошо слышно. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку у нас конференция научно-практическая, я бы хотел с точки зрения практической попросить модераторов наших секций. Может быть, если даже не напрямую мне, как-то вроде неудобно хозяев в чем-то обвинять в том, что неправильно было организовано. Но это опять с точки зрения практической, чтобы мы к следующей такой конференции все могли учесть. Поэтому, Ольга Ивановна, наверное, чисто организационно кого-то определите, кто эти замечания соберет. Я не думаю, что они существенные, но их устранение, я думаю, послужит тому, чтобы еще комфортнее мы на следующий год подобную конференцию провели. И позвольте мне от имени президента нашей республики еще раз вас всех поприветствовать, поблагодарить, что местом проведения державенских чтений вновь избрана Родина Гаврила Романовича. И надеемся, что это сотрудничество будет долгосрочным, долговременным. И те студенты, которые сегодня принимали участие лет через 10 или когда вы там определите, Ольга Ивановна, сами станут модераторами наших секций. Спасибо большое, Рафист Амирханович. Уважаемые коллеги, я приглашаю модераторов секций доложить о результатах работы. Так, круглый стол номер один. Природа и источники права, светские и религиозные подходы. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, обращаюсь к модераторам. Просьба, пожалуйста, выдерживать регламент. 3-4 минуты у нас поезд сегодня, боюсь, опоздаем. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, уважаемая Ольга Ивановна. Наша секция и круглый стол номер один. Природа и источники права, светские и религиозные подходы. Модераторы этой секции выступали доктор наук, профессор, заведующий кафедрой теории, истории, государства и права и философии университета юстиции Василий Николаевич Бабенко и заведующий кафедрой теории, истории, государства и права Казанского федерального университета Давлик Гильдеев Рустамин Шамильевич. На самом деле наша секция прошла на удивление активно и энергично, несмотря что тема теории, источников права. В секции принимало участие порядка 40 человек, из них 6 докторов наук, 7 кандидатов наук и преподаватели, а также студенты. Выступающими были 26 человек и, соответственно, 11 преподавателей, 15 студентов. Причем мы, в общем-то, заседали оба дня и сегодня, в том числе, мы продолжали заслушивать доклады наших ребят. Представленность была весьма интересна и география от Нур-Султана в Республике Казахстан и до, соответственно, Северно-Кавказского института Всероссийского государственного университета юстиции, включая и Средневолжские направления, соответствующий институт университета юстиции. Это и, соответственно, Ростовский, Северно-Кавказский, Калужский и, соответственно, Московский, безусловно, университет юстиции, Центральный и Казанский федеральный университет. Тематика тоже была очень интересной, и она включала в себя, конечно, очень важное направление, связанное с источниками права, не только нормативными, но и судебным прецедентом, и обычаями, а также мы очень активно рассматривали тематику, которая касалась взаимосвязи религиозных источников и источников правовых, как в мусульманском праве, так и, соответственно, в каноническом праве православном и католическом. Был специальный доклад, даже посвященный соответствующим правовым источникам и религиозным источникам Ватикана. И также мы затронули ряд других вопросов, касающихся политической системы Российской Федерации, правового государства, вопросов лоббизма в правовом их проявлении и соответствующие вопросы правовой культуры и юридической этики, и также даже такой эксклюзивный вопрос, как институт дворянских собраний в XVIII и XIX веках. В качестве рекомендаций мы хотели бы предложить, с учетом того, что были выступления, посвященные правам человека в евразийском пространстве, рекомендовать рассмотреть концепцию евразийской модели обеспечения и защиты прав человека. И обращение это, конечно же, адресовать представителям Евразийского экономического союза, Евразийской экономической комиссии, но и, безусловно, и органам государственной власти и управления нашего государства, поскольку для нас это очень важная тематика. Далее, это, соответственно, продолжать совершенствовать государственно-конфессиональные отношения в Российской Федерации, поскольку проблематика, связанная с источниками права и религиозными, она вот действительно была очень актуальной и острой. Далее, это предложение уже в образовательной сфере для студентов, в частности магистрантов, аспирантов, ввести специальную дисциплину, которая касалась бы юридического источника ведения. То есть, вот эта проблематика, которая для студентов очень важна, и способность использовать правильные источники, корректно их использовать, да, это, конечно, тематика, которую необходимо рассматривать. Ну и последнее, это рекомендация размещать, соответственно, наш сборник материалов конференции «Державенские чтения» в базе данных РИНС, ну, насколько я понимаю, это, как бы, безусловно рассматривается. Спасибо большое, это всё. Спасибо большое, Рустам Шамильевич. Круглый стол номер 2. Цифровая экономика и электронный гражданский оборот, правовые формы и юридические процедуры. Козлова Елена Борисовна. Пожалуйста, Елена Борисовна. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие гости конференции. Сначала позвольте мне от имени нашей секции, от имени нашего круглого стола выразить благодарность руководству Республики Татарстан, Казанскому федеральному университету, руководству и коллективу родного Всероссийского государственного университета юстиции за подаренный всем праздник юридической науки. И говоря о нашем круглом столе, цифровизации экономики и электронного гражданского оборота, ну почему-то сразу пришли на ум слова Жюль Верна, который сказал, что придет время, когда наука опередит фантазию. И вот могли ли мы еще несколько лет назад предположить, что в рамках секции гражданской правовой направленности мы будем обсуждать такие, оперировать даже такими терминами, как цифровая экономика, криптовалюта, блокчейн, смарт-контракт, легалтех. Все вот эти вопросы мы обсуждали на нашем круглом столе. И что самое интересное, молодые ученые выступали на круглом столе уже не с точки зрения, говорили уже не как закрепить эти правовые понятия, а говорили уже о совершенствовании правового регулирования в этих областях. Особой темой, которая была обозначена не в одном докладе круглого стола и вызвала широкую дискуссию, это была тема инвестиционных платформ, краудфандинга. Затрагивались серьезные вопросы, связанные с его правовым регулированием, при том, что соответствующий нормативный акт вступит в силу только в 2020 году. И именно в связи с этой темой и неоднократно затрагивался вопрос о необходимости совершенствования инвестиционного законодательства и о необходимости развития гражданского законодательства в области определения объектов гражданских прав. Не обошли вниманием мы и классические вопросы гражданского права, такие как, например, вопросы наследования, недействительности сделок, проблем правового регулирования интеллектуальной собственности. Ну, конечно же, на нашем круглом столе наука фантазию не опередила, и это замечательно. Научная фантазия дала очередной толчок научной мысли и, надеемся, развитию законодательства. И уверена, что мы это обязательно увидим с вами на следующих наших державенских чтениях. Добавлю, что круглый стол объединил порядка 40 представителей профессорско-преподавательского состава, практических работников и представителей студенческого сообщества. В работе круглого стола приняли участие представители Казанского федерального университета, Российского экономического университета имени Плеханова, Российской академии народного хозяйства, Воронежского государственного аграрного университета, других вузов, представители Центрального банка России и, конечно, преподаватели и студенты Всероссийского государственного университета юстиции и его институтов, филиалов. Поэтому позвольте выразить огромное спасибо и всем участникам нашего круглого стола. Спасибо. Спасибо большое, Елена Борисовна. Игорь Борисовна. Игорь Борисовна. Игорь Борисовна. Игорь Борисовна. Игорь Борисовна. Круглый стол номер 4. Реформа контрольно-надзорной деятельности как изменение культуры взаимодействия государства и бизнеса. Пожалуйста. Казбаненко Виктор Анатольевич. Пожалуйста, Виктор Анатольевич. Добрый день. Спасибо, Ольга Ивановна. Я тоже с удовольствием хотел бы представить итоги работы нашего круглого стола, который был посвящен, как и все другие, весьма актуальной проблеме, а именно контрольно-надзорной деятельности, той реформе, которая сегодня ведется в этой сфере. И я хочу сказать, что мы провели, модерировали, точнее, этот круглый стол совместно с моим замечательным коллегой Султановым Евгением Батыровичем, заведующим кафедрой конституционного и административного права Казанского федерального университета. И нам, на мой взгляд, это наше мнение, удалось провести живое общение и одно из отличий нашего круглого стола, что мы имели возможность дать выступить абсолютно всем принимавшим участие в этом круглом столе участникам. У нас принимали участие помимо студентов, помимо преподавателей Всероссийского государственного университета юстиции и Минюстер России, также и доктора, и профессора из других вузов, в частности, вот Мини Гулова Динара Борисовна приехала из Российской академии правосудия, ну и ряд других выступавших. Я хотел бы остановиться только на выступлениях студентов, поскольку все-таки стоило бы отметить, что ребята приехали из разных совершенно мест России, география представлена весьма репрезентативно. Это и Ростов, и Санкт-Петербург, и Иркутск, и Казань, ну я аж про Москву не говорю, северный филиал Всероссийского университета юстиции. И, конечно, нам было очень отрадно заметить, что ребята приехали настолько подготовленные, что предлагали фактически те решения, которые еще только являются дискуссионными при прохождении проекта о контрольной деятельности, сейчас он находится в Государственной Думе, и, собственно говоря, эти предложения звучат рефреном к тому, что сейчас обсуждается. Ну, в части, в том числе, вопросов, касающихся категоризации административных правонарушений, по аналогии с Уголовным кодексом, что, собственно говоря, вызывает большую дискуссию. В частности, один из выступавших студентов, который привез эту тему к нам, Дерень, предлагал свой взгляд на эту проблему, мы с ним подискутировали. Но, тем не менее, у него было тоже такое предложение, которое сейчас и в комитете профильном в Госдуме, о том, чтобы ввести одну-вторую уплаты административного штрафа не только в сфере безопасности дорожного движения, а в том числе и в многих других сферах правонарушаемости, где могли бы собираться и штрафы быстрее, и людям было бы выгоднее. Но, тем не менее, позиция Минфина и налоговой службы пока здесь только очень сильно препятствуют. Студентка Шаульская нам предлагала включать юридические лица, точнее, она сделала очень интересное сообщение о том, что юридические лица у нас сегодня регистрируются и имеют различные отказы от регистрирующих органов по разным основаниям. Вот она нам сделала интересный анализ на эту тему и предложила свое видение того, каким образом избежать данной проблемы в этих отношениях контрольных органов с субъектами хозяйствующей деятельности. Ну, конечно, тут дискуссионный вопрос, вот эта квота, что по одному юридическому адресу не может быть зарегистрировано более чем пять юридических лиц. То, что сегодня применяет налоговая служба, конечно, это почему именно пять, а не шесть, а не четыре и так далее. Почему 20 метров должны быть помещения квадратных, а не там, скажем, 21 или 18, как квота социальная для жилья у человека и так далее. Масса интересных вопросов. Я, конечно, мог бы много говорить о других ребятах, пусть они меня простят. Регламент нас ограничивает уходящим поездом в Москву, поэтому я с большим удовлетворением тоже хотел бы поблагодарить коллег кафедры, в частности, административного и конституционного права Казанского университета, за гостеприимное принятие нашей скромной секции в своих стенах. И надеюсь, что действительно в следующий раз мы еще более плодотворно сможем пообщаться. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Анатольевич. Круглый стол. Конституционное обеспечение развития гражданского общества и международных интеграционных процессов. Пожалуйста, Абдулин Адель Ильсиярович. Все правильно? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Работа нашего круглого стола была посвящена вопросам конституционного обеспечения развития институтов гражданского общества и международных интеграционных процессов. Модераторами выступили заведующие кафедрой конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции профессор Виноградов и заведующие кафедрой международного и европейского права Казанского федерального университета профессор Абдулин. В работе круглого стола приняли активное участие студенты, аспиранты, соискатели и профессорско-преподавательский состав из вузов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Липецка, Омска, Иркутска. Вообще необходимо отметить, что ежегодно география участников растет. Общее количество представленных в рамках нашего круглого стола докладов составило 70 докладов и сообщений, что опять-таки свидетельствует о динамике роста выступающих. Ежегодно. И необходимо отметить, что среди них было 29 докладов от профессорско-преподавательского состава и 41 от студенчества. В этой связи была организована также работа под секцией на базе Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции. В связи с чем хотелось бы поблагодарить организаторов и институт за блестящую подготовку и организацию проведения работы нашего круглого стола. Широкая тематика докладов достаточно наглядно продемонстрировала многоаспектность обсуждаемой проблематики. Исследователи представили отечественный евразийский, европейский опыт развития институтов гражданского общества и развертывания интеграционных процессов в разрезе прежде всего таких актуальных проблем, как миграционные отношения, биомедицина, права и свободы человека, доступ к правосудию, борьба с допингом в спорте, защита окружающей среды и многие-многие другие актуальные проблемы стали фокусом рассмотрения на нашем круглом столе. Особо хотелось бы отметить яркие доклады зарубежных представителей, которые вызвали особый резонанс. Это доклад Зины Штам из Германии и докладчицы из Казахстана Гульнар Айчановны Алибаевой. Не оставила также равнодушным выступление профессора Михальченко из Санкт-Петербурга и ярких представителей молодежи из Казани, наших соискателей и магистрантов Елены Барабановой и Сандры Цыганцовой. По итогам работы круглого стола были сделаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства, по конкретизации механизмов участия представителей общественности в реализации избирательного законодательства, по правам СМИ на запрос и доступ к информации от органов государственной власти и управления и были сделаны конкретные предложения, в частности, по развитию экологического законодательства и реализации международных стандартов в этой области. Спасибо большое за внимание. Это предоставлено возможность обсудить в столь авторитетном сообществе проблемы, связанные с недавно осуществленной судебной реформой и в целом реформированием цивилистического процесса как в преломлении современной доктрины, так и в аспекте современной практики правоприменения. Хотелось бы отдельно выразить признательность моему со-модератору Валееву Дамиру Хамитовичу за высокий уровень со-модераторства. У нас в рамках заседания нашей секции общее количество участников перевалило за 50, было 31 докладчик. Соответственно, среди участников были преподаватели Всероссийского государственного университета юстиции, Казанского федерального университета, Саратовской государственной юридической академии и Смоленского филиала Саратовской юракадемии, Института государства и права РАН, Пятигорского государственного университета, РАНХИКС, некоторых других вузов. У нас очень много выступало студентов, магистрантов, это и наш вуз, и КФУ. И отрадно отметить, очень много студентов из филиалов выступали. Особо хотелось бы обратить внимание на самую активную роль студентов из Северокавказского института, Казанского института, Средневолжского института, Калужского института и Сочинского института. Все они у нас были среди докладчиков. Бессловно, лейтмотивом заседания нашей секции выступила судебная реформа. Те изменения, которые происходили и в судоустройстве в части, появление новых апелляционных, касационных судов. Ну и также, конечно, судопроизводственные институты и те глубокие, можно сказать, фундаментальные реформы, которые мы сейчас все наблюдаем. В качестве основных идей, которые мы положили в проект резолюции, явились рекомендации более выверенного отношения законодателя при разрешении вопросов о дальнейшем расширении упрощенного производства, именно как исключительные процедуры в современном процессе. Кроме того, участники секции обратили внимание на необходимость дифференциации при законодательном реформировании судебного представительства, недопустимости оставления без соответствующих гарантий тех категорий граждан, которые не могут привлекать профессиональных юристов для представления в суде. И, безусловно, было обращено внимание на недопустимость расширения сферы применения в цивилистическом процессе немотивированных решений, имея в виду, что как раз-таки мотивированные решения выступают гарантией реализации принципа правовой определенности в современном процессе. Хотелось бы поблагодарить всех, без исключения участников нашего круглого стола. Все доклады были действительно очень конструктивные, действительно очень содержательные. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Александрович. Круглый стол. Правовое противодействие этно-религиозному экстремизму и криминальному сектантству. Пожалуйста. Талан, Мария Вячеславовна. Пожалуйста, Мария Вячеславовна. Продолжение следует. Юридических наук, юридических наук, но и других. Это оказалось очень интересным и значимым. То есть наш круглый стол поистине носил междисциплинарный характер. Всего на круглый стол было заявлено 45 участников, но с докладами выступило в течение двух дней у нас 15 человек, потому что развернулась очень активная дискуссия, которая касалась разных направлений проявления экстремизма с точки зрения разных религиозных воззрений. Так, в частности, речь шла об этно-религиозных идеях. На примере языческих верований народов по Волжье рассматривали и традиционные религии для нашей Российской Федерации. Это христианство и ислам. И в том числе и те секты, например, свидетели Иегова, которые запрещены сейчас на территории Российской Федерации. У нас выступали представители философии, социологии, доктора и кандидаты философских наук и юристы. А среди юристов были не только специалисты в области уголовного права, но и теории государства и права. Поэтому такой комплексный междисциплинарный подход позволил взглянуть на проблемы с разных сторон. Участвовали представители Казанского Федерального Университета, Казанского Юридического Института МВД, Всероссийского Государственного Университета Юстиции, как Головного Вуза Москвы, так и из филиалов Санкт-Петербурга, Саранска, Махачкалы и Ростова. От докторов наук до студентов и аспирантов. По материалам нашей заседания, круглого стола, мы хотим внести конкретные предложения, в частности, федеральное законодательство о противодействии экстремистской деятельности. Предложили уточнить понятие экстремизма и конкретизировать виды экстремизма. Кроме того, внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, о конкретизации понятий террористической организации, экстремистской организации, это изменения в статью 282 со значком 2 и 205 со значком 2, а также выработать критерии криминализации деяний, относимых к деяниям террористической направленности, экстремистской направленности. И мы хотели бы, чтобы и на следующий год наша секция в таком виде, комплексном, междисциплинарном варианте сохранила бы свое существование, потому что очень активные, развернувшиеся дискуссии показали востребованность этой темы для молодежи. Спасибо большое, Мария Вячеславовна. Круглый стол. Медицинское право России и зарубежных стран. Современная методология гражданско-правовых и уголовно-правовых механизмов. Марина Николаевна Илюшина. Пожалуйста, Марина Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу, пользуясь моментом, выразить благодарность за возможность работать в этом замечательном формате на базе Казанского государственного университета. Хочу выразить благодарность не только за научную составляющую, которая нас вдохновляет на какие-то новые совершенно подвиги, но и выразить благодарность за организацию, за то, как нас встретили, как нас кормили, поили, провожали, организовывали. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемое руководство Казанского университета, руководство Республики Всероссийского государственного университета, большое спасибо за сам факт проведения этой конференции. Теперь по сути вопроса. Данная конференция, коллеги, державинские чтения, она бы не привлекала такого внимания, и никогда бы не было такого замечательного к ней внимания, и такого бы резонанса никогда бы не было, если бы она не была актуальной не только с точки зрения круга правовых вопросов, которые мы здесь поднимаем, и нам всегда интересно как юристам, но у нее всегда есть отличие, отличающие ее от всех конференций, которые проводятся, международных даже в России, это ее социальная какая-то актуальность. Она всегда социально острая, эта конференция. И если кто-то займется вот анализом движения тематики, которым мы занимаемся в рамках наших круглых столов, тот увидит, что каждый год тематика меняется, и ориентация идет на самые острые, социально значимые, востребованные проблемы, которые будоражат общество, причем не просто юристов, у юристов вызывают какое-то внимание, что естественно профессионально, но и создают, вот это отражает то острие проблемы, которая вот сейчас горит в нашем сообществе. И как раз вот тот стол, о котором я сейчас буду говорить, это медицинское право России и зарубежных стран, современные методологии гражданскоправых уголовно-правых механизмов, отражает эту социальную напряженность. Вы прекрасно знаете, что мы достигли очень тяжелой ситуации в медицине, очень напряженная ситуация, связанная с противостоянием определенным, которое создалось, причем оно выливается не только в наличии судебных споров или приговоров, но и просто в трудовые споры это выливается, когда врачи должны отказаться от сакральности и осознать, что необходимо видеть новую реальность, капиталистическую реальность. Есть законодательство определенное, и нужно найти какие-то основания, меры, формы, которые позволили бы нам выйти на цивилизованный рынок. И вот сверхзадача этого круглого стола, а он, кстати, междисциплинарный, он единственный привлек такое количество неюристов на юридическую тематику. У нас были представители, кстати, я хочу поблагодарить лично Камиль Маратовича Арсланова, заведующий кафедрой гражданского права, за то, что было привлечено очень много практикующих врачей, был главный врач РКБ, были представители РКБ, госпиталя, были представители наших филиальных сетей, друзей, врачей. Это главные врачи ижевских больниц, главный врач из Калуги был, и много-много представителей врачей, которые просто пришли. Даже сегодня, в субботу, из набережь Челнов приехало несколько врачей, которые хотели бы послушать обсуждение. Что хочу сказать. В работе данного круглого стола приняли участие довольно много, не только юристов, я повторяю, но и специалистов, юрисконсультов и врачей. Было очень острое обсуждение, очень острое. Особую приятность нашему столу придавало то обстоятельство, что два дня с нами вместе работал и делился опытом реализации законодательства наш коллега из Германии, Маркус Шлютер, который принимал активное участие в дискуссии, отвечал на наши вопросы, понимая, что эта проблематика только становится на свои рельсы. И надо отметить, что мы очень много конкретных вопросов обсуждали, начиная от уголовно-правовой ответственности, заканчивая этическими основаниями оказания медицинской помощи, новыми технологиями, возмещением вреда в связи с фармацевтической деятельностью, весь комплекс услуг, весь комплекс медицинских работ. И надо отметить, что вот врачи даже отметили такую ситуацию, что нам нужно не только в отношении врачебного корпуса формировать восприятие правильное новой ситуации экономической, но и самим юристам преодолевать стандарты. И вот этот обвинительный уклон, он должен быть как-то корректирован, поскольку самое главное – это вот тот баланс интересов, который в этой сфере должен быть выстроен. Мы очень результативно поработали, я повторяю, работали оба два дня от начала до конца, буквально вот до последней минуты. И должна вам сказать, что эту тематику надо продолжать, потому что она только в самом начале. И мы подготовили ряд предложений, их очень много, и касающихся внесения изменений в законодательство, и касающихся внесения в работу отдельных медицинских учреждений. Ну, например, я только две позиции вам озвучу. Это необходимость, конечно, внесения в уголовное или гражданское законодательство понятийных вещей. Мы находимся на этапе формирования понятийного ряда. Кроме этого, необходимо формирование законодательства о страховании врачей. Это тот камень преткновений, без которого сейчас двигаться вообще невозможно. Институты врачебной помощи, они не будут реализовываться до тех пор, пока не будет страхования врачей. Далее речь идет о формировании новых источников. О них мы тоже говорили. Но самое главное, на что я хочу обратить внимание, что можно сейчас решить, это то обстоятельство, что очень много моих коллег, кстати, выступали 8 профессоров. Я должна выразить благодарность заведующим кафедрой уголовного права Марии Вячеслава Наталан, которая выступала, профессору Муратовой, Надежде Георгиевне выступавшей. Были присутствующие профессора из МГУА, из финансового университета, из РАПа. Была очень большая представительская составляющая профессорская. Были все студенты и магистры из 9 филиалов Всероссийского государственного университета и юстиции. И что мы можем сейчас сделать, это инициировать формирование информационного письма Верховного суда Российской Федерации обобщающий порядок рассмотрения споров, вытекающих из договорного и недоговорного причинения вреда, включая, например, такую вещь, как, вот никогда никто об этом не задумывался, как информирование любого поступающего пациента о возможностях клиники. Это та вещь, которую почему-то вот мой коллега замечательный, я хочу его назвать, модератор Егоров Константин Валентинович, замечательный мой коллега, представляющий Казанский федеральный университет, отметил, что это та позиция, которую распорядила прокуратура Российской Федерации, ее нужно возвращать, нужно обязательно информировать людей об этом. Ну и есть два вопроса, которые мы тоже можем решить, это вот, Ольга Ивановна, я хочу обратить ваше внимание, мы можем прямо от имени университета написать письмо в РФФИ и в ряд других организаций, которые формируют тематику грантов перспективных, и попросить отформатировать ряд тематик, которые бы включали тематику оказания правового регулирования медицинских услуг и медицинской помощи на сегодняшний день, потому что уровень науки в этой сфере, как отмечается всеми специалистами, ну, еще далек от совершенства, и он не может формировать надлежащую методологию оказания, вернее, формирования правового регулирования. Поэтому я еще раз благодарю за сегодняшний форум, еще раз благодарю всех участников, кто принял в нем участие, и всем нам успехов в дальнейшем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Марина Николаевна, Марина Николаевна, у меня к вам просьба, вот те предложения, которые сейчас, да, внести в резолюцию наших державинских чтений. Спасибо. Следующий круглый стол. Эффективное управление комплайнс-ринсками на уровне хозяйствующего субъекта. Пожалуйста. Уважаемые присутствующие, наш круглый стол, наверное, называется самым необычным образом. Что такое комплайнс, не все юристы еще знают. Новый термин, модное слово, которое в последние годы в деловой среде российской появилось, означает соответствие каким-либо внутренним внешним требованиям или нормам. И подразумевает некий комплекс мер, направленный на мониторинг, устранение нарушений всех видов рисков субъекта экономической деятельности. Ну и цель проведения процедур комплайнс это не только ответственности избежать уголовной, административной, но, собственно, и нарушение правил этики, ну и повысить деловую репутацию. Говорить о комплайнс довольно сложно. Регулирование фрагментарное, понятия на законодательном уровне нет, есть подзаконное регулирование практически только в банковской сфере, хотя вот в октябре буквально несколько дней назад внесен законопроект в Государственную Думу о введении антимонопольного комплайнса. Ну и цель мы ставили на круглом столе обсудить представление о содержании категории комплайнс, о том, как в организациях необходимо работу организовать по минимизации различного рода предпринимательских рисков, ну и, конечно, какую роль в этом должны играть юристы. Мы воспользовались тем, что очень много у нас работодателей было, мы стараемся, естественно, с ними связь очень тесную поддерживать. Мы подняли опрос о том, какими компетенциями должен обладать юрист для осуществления комплайнс-функций в организации, какие должен получить знания, изучить предметы. И очень большой состав участников у нас, кроме преподавателей, студентов, аспирантов, аппарат президента Республики Тарстан, даже, можно сказать, мы совместный круглый стол провели, прежде всего, управление по вопросам антикоррупционной политики, представители крупных коммерческих организаций Республики Тарстан, в которых есть специальное комплайнс-подразделение, это вот Сбербанк, КАМАЗ, КАМАЗ у нас присутствовал по видеосвязи. Особое спасибо, особое спасибо хочется сказать представителю немецкой компании Байтен Буркхард, которая, это, наверное, единственная в России компания, которая консультирует профессионально по вопросам комплайнс, специально прилетел к нам из Москвы. Были сотрудники нескольких министерств субъеки Тарстан, муниципальных органов. Что касается резолюции, коротко я передам, во-первых, мы пришли к выводу, что термин, хотя и довольно часто сейчас используемый, комплайнс, суть явления не объясняет, мы говорим, целесообразно говорить, о внутреннем обеспечении соответствия требованиям законодательства. У нас есть замечание корректировки законопроекта, который был вот только что внесен в Государственную Думу, практически все корректировки связаны с тем, с тем, что дает законопроект, на наш взгляд, излишнее обременение и для бюджета, и для хозяйственных субъектов. Мы предлагаем дополнить статью 8.1 закона о защите прав юридических индивидуальных предпринимателей по защитению государственного контроля надзора муниципального контроля. Статью, которая говорит о рискориентированном подходе. Вот такой фразой, что внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства должно учитываться к госорганам при отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к той либо иной категории риска в рамках рискориентированного подхода при проведении мероприятий по контролю. Спасибо за внимание. Благодарю вас за ваше выступление. Следующий круглый стол проблемы правового регулирования деятельности образовательных организаций и осуществления государственного надзора в сфере образования. Пожалуйста, Елена Михайловна Ибрагимова. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, круглый стол проблемы правового регулирования деятельности образовательных организаций и осуществления государственного контроля надзора в сфере образования мы вели заместителем директора по науке Яцеленко Борисом Викторовичем. Я бы без него не смогла провести. Программа Программа нашего круглого стола представляется особенно актуальной в контексте завершившейся в Казанском федеральном университете проверки правовых и иных основ образовательной деятельности университета со стороны регулятора этой деятельности Рособрнадзора. В работе круглого стола, работавшего в течение двух дней, приняли участие 32 человека. Из них представители ППС из разных регионов нашей России и 12 студентов. Отрадно заметить, что в работе круглого стола приняла участие заместитель директора высшей школы танца в Дрездене госпожа Клавдия Шлютер далеко не с танцевальным вопросом. Она выступила очень наукоемко, рассмотрев вопрос конституционного правового регулирования, вопросов автономии, высших учебных заведений в Германии. Обсуждались вопросы правового регулирования образовательных организаций всех типов, начиная от общеобразовательных организаций. На нашей секции присутствовали директора общеобразовательных школ, присутствовали преподаватели учреждений профессионального образования, ну и естественно организаций высшего образования с вопросами на осуществление государственного контроля, надзора в сфере образования. Наиболее оживленная дискуссия развернулась вокруг таких вопросов, как электронное обучение, проблемы развития юридического образования в условиях цифровой экономики. И особенно рассматривались проблемы, вопросы реализации компетентностного подхода и на его основе развития сущностных сил студенчества. Это развитие интеллектуальной, эмоциональной, волевой, экзистенциальной, предметно-практической сфер студенчества. По итогам обсуждения докладу нам и сформулированы следующие предложения. Участниками круглого стола предложено внедрить в образовательный процесс общеобразовательных организаций «Уроки по основам права». Причем не только среди обучающихся, но и среди учителей в связи с недостаточным знанием именно норм права. На что особое внимание обратила директор школы 162 города Новосибирска. Второе предложение «Урегулировать процесс использования в образовательном пространстве цифровых технологий для обеспечения информационной безопасности, в связи с чем в целях формирования границ личного пространства преподавателя и рабочего пространства образовательной организации указать на необходимость реализации положений законодательства о реализации права преподавателей на тайну изображения, запрет фотографирования и видеозаписи без его согласия во время проведения им аудиторных занятий, что вытекает из смысла ст. 152.1 Государственного кодекса Российской Федерации особо заострить внимание на необходимость реализации положений ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации и последнее это выступает как в области социального партнерства наладить тесное взаимодействие между кафедрами Всероссийского государственного университета юстиции и кафедрой теории методики обучения праву юридического факультета КФУ в целях совершенствования методики преподавания юриспруденции юридических дисциплин в высшей школе. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо большое, Елена Михайловна за ваше интересное предложение. Пожалуйста, тоже включите их в резолюцию. Спасибо. Следующий круглый стол «Эволюция мира и права в условиях технологических вызовов 21 века». Модератор Воронин Максим Валерьевич. Максим Валерьевич, пожалуйста. Уважаемый президент, уважаемые присутствующие, разрешите, во-первых, выразить благодарность за возможность проведения круглого стола в такой уникальной форме. Наш круглый стол проводился на базе медиа-центра нашего университета Казанского федерального и проходил в формате видеозаписи, которая традиционно носит название «Правовая жизнь». И этот круглый стол в этом году имел особенности инновационного своего содержания. В частности, на нем обсуждались проблемы достаточно разные. Это геномы права, проблемы биоэтики, цифровизация и киберправа, работа права в сетевом пространстве, концепция сетевого права, а также правовое регулирование инноваций дорожного строительства. Все главные спикеры, которые представляли собой экспертов круглого стола молодых ученых, являлись обладателями грантов правительства и своего рода несли уникальный контент, который был разработанным в рамках реализации этих грантов. В рамках круглого стола были обсуждены вопросы, но поскольку круглый стол проводился в уникальном формате и в нем приняло участие 60 студентов, дискуссия выстраивалась именно в мультимедийной, такой вот адаптированной для мультимедийного формата форме, и результат будет представлен на цифровых ресурсах, в частности на сайте нашего университета уже появился анонс об этом круглом столе и будет сделана сама видеозапись. То есть результатом является запись программы «Правовая жизнь». Что касается содержания круглого стола, то одним из главных моментов нужно обозначить следующее. Проблемы биоэтики и генетических исследований находят отражение на международном уровне, но не отражены на уровне законодательства Российской Федерации. Сегодня ведутся исследования, которые направлены на опознание данной области, и результаты этих исследований были представлены на нашем круглом столе. Эти исследования могут быть полезны для содержательной трансформации законодательства. Но относительно иных содержательных аспектов, это проблем сетевого права и проблем правового регулирования инновации дорожного строительства. Нами будут сформулированы детальные предложения, которые мы организаторам передадим. Спасибо за внимание и всем участникам и организаторам. Желаю всего хорошего, всего доброго. Благодарю вас, Максим Валерьевич. Следующий круглый стол Гавриил Романович Дешавин и его эпоха в зеркале литературной культуры. Пожалуйста, Пашкуров Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я представляю слаженную работу целой бригады модераторов. Кроме меня руководителями выступали профессор Галимулина Альфеофатовна и магистр филологии, директор музея Державина Лаишевского края Муртазина Фаридага Феуловна. В этот раз на порядок существенно возросло и количество наших участников, и их активность. За два дня мы услышали 25 сообщений, а если суммировать с общим количеством вольнослушателей наших секций, то будет порядка 40. Очень отрадно, что филологи и литературоведы, в частности, не остались в стороне от главной магистральной линии. Мы тоже рассматривали вопросы аксиологии, нравственности. В миниатюре у нас повторился международный формат, потому что изюминками нашей конференции стали выступления двух коллег из Франции. Это писатель-переводчик Терри Мариньяк и, безусловно, дальняя родственница и потомок Гаврила Романовича Державина Надин Панаева Бестужева Грегори Надежда Михайловна. География весьма обширна была участников, начиная от ближнего зарубежья, предположим, Таджикистан, и заканчивая внутри России. Это самые дальние точки Красноярский Сургут, но и, безусловно, Москва и другие регионы были хорошо представлены. Весьма обширна проблематика, начиная от детального погружения текстологического в произведение Державина и завершая обсуждением очень заинтересованным современных проблем образования. Касательно мечтаний и пожеланий, первое, озвучу нашу давнюю мечту с моим учителем, другом и соратником Анатолием Ильичем Рожевиным. Он, к сожалению, в этот раз не смог лично присутствовать. Эта идея объединения с законотворчеством и рассмотрения проблемы закона и прав человека в рамках литературной культуры. Ну, а если позволено будет немного помечтать под самый конец, то, пожалуй, тоже я мнение очень многих филологов хотел бы озвучить. Было бы интересно, если бы замечательные стены этого зала украшал и портрет Гавриила Романовича Державина. Во-первых, потому что он выпускник гимназии, лекшей в основу нашего университета, на высоких постах, будучи и всегда находясь, в том числе, в диалоге с отцом-основателем нашего университета, Александром Первым. Он прямейшее отношение имел к Казанскому университету, но и, наконец, на закате жизни, к сожалению, не все, наверное, это знают, но он был почетным президентом общества любителей российской словесности при Казанском университете. Спасибо. Я благодарю вас, Алексей Николаевич, за ваше очень интересное выступление. Коллеги, мы закончили с круглыми столами, и у нас осталась дискуссионная трибуна определения правового статуса самозанятых граждан. Пожалуйста, кто у нас выступит? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. 18 октября работала единственная дискуссионная трибуна по определению правового статуса самозанятых граждан. Тема эта действительно актуальная и значимая на сегодняшний день, поскольку в 2019 году стартовал эксперимент в четырех регионах России. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. На дискуссионной площадке приняли участие порядка 50 человек и развернулась действительно активная дискуссия. Выступили представители органов исполнительной власти, Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы, уполномоченные при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, представители научного сообщества, ну и, конечно же, студенты. И участники секции отметили, что увеличение количества самозанятых граждан можно достичь только за счет информирования о плюсах легализации этой системы. А плюсов, несомненно, много. Прежде всего, конечно же, это низкая ставка налогообложения 4,6%. Во-вторых, нет необходимости регистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя. В-третьих, это упрощенный порядок регистрации самозанятых граждан с помощью приложения «Мой налог». В-четвертых, нету никаких страховых взносов. Ну и, несомненно, это на сегодняшний день отсутствие контроля со стороны налоговых органов. На октябрь месяц 2019 года в Татарстане было зарегистрировано 35 тысяч граждан в качестве самозанятых. И в бюджет поступило порядка 57 миллионов рублей. Пилот рассчитан на 10 лет, но буквально вот на днях министр финансов Силуанов высказался по поводу того, что эта система будет вводиться во всех регионах России, поскольку эксперимент показал себя с положительной стороны. В свою очередь, в качестве рекомендаций, хотелось бы отметить следующее, что необходимо эту систему налогообложения применить и в отношении иностранных граждан. Пока этого в главе налогового кодекса нету. Ну и, кроме этого, регламентировать перечень видов деятельности самозанятых, четко прописать их в налоговом кодексе. Но, поскольку эта система работает в тестовом режиме, то достаточно мобильно все замечания, проблемные моменты, которые возникают, оперативно устраняются. Тема дискуссионной площадки показала себя востребованной. И в заключении хотелось бы выразить организаторам благодарность за организацию конференции и возможность участия в ней, а также поблагодарить участников дискуссионной площадки. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Благодарю вас за ваши предложения. Очень интересно, прозвучало очень много интересных предложений. Мы ждем их в ваших резолюциях, предложения, те, которые сейчас прозвучали, сдавать их, как обычно, у нас Рияз Гатаулычу и Борису Викторовичу Яцеленко. Мы сдаем, собираем в смысле все предложения и в одну общую резолюцию формируем. Рияз Гатаулыч, вам сдаем, вам и Яцеленко тогда. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, помимо работы круглых столов, у нас в рамках нашей конференции проводилась интеллектуальная игра по русской правде и Олимпиада студентов правовое государство и личность. Я прошу вас, пожалуйста, объявите результаты. Кто у нас объявит результаты? Уважаемые коллеги, в рамках конференции «Державецкие чтения» проходило два конкурса. Это интеллектуальная игра по истории государства и права России и, соответственно, Олимпиада по теории государства и права. И в рамках соответствующих двух наших конкурсов были определены результаты. В данном случае три места в рамках командной работы по интеллектуальной игре. Первое место в командном этапе заняла команда «Дети боярские». Это, соответственно, Государственный университет юстиции. «Дети боjan» «Дети боярский», «Дети бояр cácちょっと-четыре» «Дети боярского» «Дети боярских чтения» «Дети боярских чтений» Так, команда, пожалуйста, выходите. Спасибо. Далее. Второе место заняла команда «Спутник-1». Это команда Казанского федерального университета, юридического факультета. Ребята, выходите. Представитель команды. Так, и третье место заняла команда «Вирники». Команда Всероссийского государственного университета юстиции. Так, ребята, выходите. Браво! И в конкурсе капитанов команд первое место заняла Халикова Софья Михайловна, студентка первого курса юридического факультета Казанского федерального университета. Команда «Спутник-1». И олимпиада по теории государства и права, которая также проходила вчера. Первое место – Горенко Анастасия Евгеньевна, Ростовский институт Всероссийского государственного университета юстиции. Наши ребята успели не только принять участие в Олимпиаде по теории государства и права, но еще и сегодня выступить в секции, в данном случае в секции «Теория и истории государства и права». В нашем круговом столе номер один. Второе место – Юрчак Анастасия Эдуардовна, Ростовский институт Всероссийского государственного университета юстиции. И третье место разделили представители Университета юстиции и Казанского университета. Овчаренко Екатерина Дмитриевна, Ростовский институт Всероссийского государственного университета юстиции. И Басаркина Юлия Витальевна, первый курс юридического факультета Казанского федерального университета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и хочется отметить, что в данном случае в жюри участвовали преподаватели нашего Казанского федерального университета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, мы завершаем 15-ю научно-практическую конференцию «Державенские чтения». И еще раз я выражаю искреннюю благодарность и признательность президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалеевичу Мениханову, правительству Республики Татарстан, министру образования Республики Татарстан Бурганову Рафису Тимирхановичу, ректору Казанского федерального университета Ильшату Равкатовичу Гафурову и всему коллективу Казанского федерального университета за предоставленную возможность провести нашу конференцию на родине Гаврила Романовича Державина. Редактор субтитров А.Семкин